Добрый день, друзья! Я архитектор, меня зовут Бирюкович Алексей, и сегодня я расскажу вам об одном своем проекте двухэтажного дома с гаражом площадью 203 квадратных метра. Проект рассчитан на человека, который желает построить рациональный дом с четырьмя или пятью большими спальнями и гаражом. Такой дом должен быть несложным в строительстве и удобным в эксплуатации. Жилой дом желательно иметь прямоугольные формы. Данный дом имеет ширину 13,2 метра. Если вы считаете такие рассказы о проектах полезными, подписывайтесь на наш канал сейчас. На видео показано расположение дома на участке 25 на 40 метров, то есть площадью 10 соток. С правой стороны к дому пристроен гараж. Со стороны двора находится большая терраса на всю длину дома, которая накрыта односкатной крышей. Сам дом накрыт четырехскатной крышей. На кровлю выходят три домовые трубы. Одна из котельной, вторая – вентиляция из кухни и санузлов, третья – от камина. Наружная отделка такого дома – декоративная штукатурка. Соколь отделан плитами из природного камня. Перед домом находится просторное крыльцо, накрытое кровлей. Рассмотрим планировку первого этажа. На первом этаже расположена кухня, объединенная с гостиной. Общая площадь помещения – 37,6 квадратных метров. В гостиной предусмотрен камин. Сбоку кухни расположена просторная терраса, глубиной 3 метра и длиной около 10 метров. Рядом с лестницей находится кабинет или спальня, площадью около 19 квадратных метров. Наличие большой спальни на первом этаже очень удобно. Не только гостям, но и членам семьи пожилого возраста. У входной двери расположена котельная, площадью 5,2 квадратных метра. Рядом находится кладовая или гардероб. За кладовой расположен санузел, площадью 4,2 квадратных метра. Санузел имеет окно. В санузле помещается унитаз, умывальник и просторная душевая кабина. Санузел и кухня разделены капитальной стеной, сквозь которую проходят вентиляционные каналы. Главный вход в дом через тамбур, который очень полезен в плане сохранения тепла. С правой стороны дома находится гараж. За гаражом расположено хозяйственное помещение, площадью около 10 квадратных метров. Это помещение может заменить сарай. Второй этаж состоит из четырех спален, площадью от 13,7 до 19 квадратных метров. И санузла. Площадь такого санузла вполне достаточна для размещения ванны, унитаза и умывальника. При желании, меньшую из спален можно превратить в шикарную гардеробную с окном. Для отопления дома вы можете применить газовый котел или электроприборы. При существующей стоимости газа и стоимости подключения к газовой трубе, вполне есть смысл рассмотреть вариант отопления с помощью теплового насоса. На фотографии видно, так выглядит котельная с тепловым насосом 16 кВт. Следует иметь в виду, что применение теплового насоса дает возможность не только отапливать дом зимой, но и использовать тепловой насос как кондиционер летом. Тем более, что тепловой насос самый экономичный прибор для отопления. Используя 1 кВт электрической энергии, тепловой насос производит 4-5 кВт тепловой энергии. Фундамент этого дома ленточный, из монолитного железобетона. Стены дома из газоблоков толщиной 375 мм. Перекрытие первого и второго этажа – железобетонные панели. Кровля скатная, стропила деревянная. Кровельное покрытие – битумная или металлическая черепица. Наружное утепление стен имеет толщину 150-200 мм. Ориентировочное количество основных материалов для строительства такое. Бетона необходимо 94 м3, газоблоков около 100 м3, кирпича 11000 штук, железобетонных панелей разных размеров 27 штук и порядка 10 кубов лесоматериалов. На нашем сайте вы можете рассмотреть еще три проекта из серии «Артем». Дома имеют одинаковые габариты, но разную планировку. Стоимость проектов указана на сайте. Все проекты состоят из архитектурных чертежей и чертежей конструкции. Так выглядят чертежи проекта. На листах чертежей находятся подробные спецификации материала. Каждому проекту прилагаются эскизные намерения застройки, которые вам потребуются для получения строительного паспорта и получения разрешения на подключение к электрическим сетям, а позднее к введению дома в эксплуатацию. В состав эскизных намерений входит схема застройки земельного участка, на которой указано расположение дома на вашем участке. При необходимости готовый проект может быть отправлен вам новой почтой. Если по какой-то причине проект Артема, которым я рассказывал, вам не подошел, заходите на наш сайт. На нашем сайте в разделе «Проекты домов с гаражом» более 100 готовых проектов, от 40 до 400 квадратных метров, дома разные, с гаражами на одну машину, с гаражами на две машины, дома двухэтажные, дома мансардные, одноэтажные, и вы себе что-то обязательно подберете. Если вы ничего не найдете, то любой из этих проектов можно переделать и сделать то, что вам необходимо. Друзья, если нужно, мы порекомендуем вам опытного прораба, у которого есть свои рабочие, который имеет многолетний опыт работы, который мы знаем много лет, и который может вам без проблем построить дом и избавить вас от большого количества головной боли. Друзья, не стесняйтесь писать свои замечания и пожелания в комментариях под этим видео. Ваше мнение для нас очень важно. Мне важно знать, что вы хотите при создании новых проектов и при создании новых видео. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подпишитесь, пожалуйста, на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!